друзья всем привет и все наверно в курсе уже что в иркутской области произошло наводнение вот иркутская область такая область у нас то она горит то тонет там прорвало дамбу дамба у которой была гарантия там больше ста лет типа сказали это дамба на века но все что у нас в россиюшки в путинской помойки мы строится на века то общем-то на полгода или на год от силы но потому что у нас скрепы так вот жители иркутска на собрали гуманитарную помощь для пострадавших там реально затопило людей смыло дома постройки ну прям жесть естественно многие дома очень тяжело будет восстановить то что наводнение это прям штука ужасная жители иркутска собрали гуманитарную помощь вещи одежду медикаменты возможно продукты питания то есть необходимые бытовую химию и как рассказывает женщина которая пришла сортировать эту гуманитарную помощь собранную с людей появились в пункте сбора гуманитарной помощи появились единороссы которые попытались дать этой женщине и волонтерам остальным наклейки для того чтобы они прилепили вот клеймо пидораса где написано единая россия чтобы прилепили на мешки с гуманитарной помощи женщина конечно отказалась сказала какое вообще отношение имеете к этой гуманитарной помощи то есть это люди собирали и действительно понимаете я даже не знаю вот как это в эту партию вот эту как ее назвать там навальный называет их жулики и воры я их называю пидорасами но знаете называя их пидорасами я оскорбляю геев да в общем то у меня геям нет никакой фобии или там ненависти да то есть это их дело геи они и геи ну как вот блять как назвать единую россию у меня просто знаете нет слов это просто это настолько мрази что даже сложно этого нет наверное такой категории людей которую бы я вот насколько бы презирал и ненавидел как вот эту единую россию вот эти пидоры которые не делают для людей совершенно ничего но когда народ пытается сам как-то организоваться эти пидорасы тут как тут и типа пытаются это возглавить но это блять это это отвратительно знаете для меня стало показателем что если состоит человек в единой россии значит он пидорас значит он ублюдок нахуй вот это для меня стало показателем надо еще и проверить эту гуманитарную помощь если в пункте сбора гуманитарной помощи появились единороссы то вполне возможно что огромная часть гуманитарной помощи просто пропала потому что все знают что это конченые крысы и они не брезгуют ничем и вполне возможно что эти крысы просто могут скрысить гуманитарную помощь и раздавить тракторами там или чё какие у них забаву у этих пидорасов конченых я не знаю у нас есть об оскорблении власти да там я не оскорбляя я не пытаюсь их оскорбить я действительно считаю выродками мразью ублюдками и пусть попробуют меня штрафуют мне вообще похуй у меня мне штрафы платить нечем что они у меня почку заберут пусть почку забирают ссылку на сайт я оставлю где вот именно показано это гуманитарная помощь где рассказывает эта женщина про наклеечки единой россии по ссылке перейдете посмотрите там и видео есть год назад у нас в деревне торнадо было я думал трамп нас бомбит опять оказалось просто был ураган в общем-то окружающей деревне он обошел стороной и старики говорят не было такого никогда у нас повалилась эта поля повалила все столбы двое суток не было не электричество естественно не интернета интернета не было трое суток я снимал об этом видеоролик а потом когда все появилось и посносила крыша и в общем то так как деревень было не много и пострадавших со всего алтайского края согнали мчс они тут приехали три дня восстанавливали столбы очищали дороги от завалов от тополей и в общем то с последствиями торнадо справились довольно таки быстро они прям реально работали я это все наблюдал мчс все-таки молодцы я вообще восхищаюсь этими людьми которые за три копейки работают по-настоящему спасают людей к мчс вообще претензий никаких быть не может потом появился человек который с рулеткой ходил замерял крыши вот у меня крыша на доме крыша нормально выстояла выдержала но со всех построек сараев с бани с летней кухни то есть здраво не касс всех построек у меня крыши просто снесло сорвало унесло куда-то и в общем то они замерили все это и сказали что государство вам поможет блять но видимо в тот момент когда дошла очередь до нас помогать нам срочно понадобилась помощь сирии или какому-нибудь днр у там не за этом венесуэле и видимо наши крыши которые шли к нам шифер он уехал в венесуэлу но венесуэле и сирии нужнее они же более русский мир чем мы русский мир да и это к чему я и к тому что ждать какой-то помощи от нашего главпетуха и от пидоросни из единой россии вообще не стоит никакой именно в тот момент после торнадо когда я наблюдал за тем как нам тут помогали да я пришел к выводу что а нахуя мы в москву какие-то налоги платим еще что-то не пора ли блять в натуре нам алтаю пример присоединиться к монголии там уровень жизни во первых намного выше уже она более развитая более развитые государства ну и как как это как у нас говорят в кремле вернуться в родную говень до алтай же когда-то был частью монголии вернуться и нам тоже в родную гавань в монголию и нахуй эти пидорасы блять московские которые могут настолько доить только на ее будет ну просто знаете когда-то я боялся что там какие-нибудь солдаты на тогда нас захватят или китайцы а сейчас я не боюсь сейчас я жду уж когда когда уже блять эти ёбаные солдаты нато уже наконец-то нападут сука нападут и захватят нахуй или когда уже блять китайцы придут просто вот это вот мерзость блять вот эта единая россия вот этот главпетух блять пугабы ёбаные просто они настолько уже вызвали во мне отвращение ой блять даже я не знаю как это объяснить наговорил я здесь уже на 10 миллионов штрафов там на 10 лет гулага давайте друзья всего доброго